В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Теледебаты кандидатов депутаты по всем округам пройдут в Минске, Витебска и Могилевской областях. Об этом сегодня сообщила глава Центразбиркома Лидия Ермошина. Председатель ЦИК поделилась с журналистами подробностями хода парламентской кампании. В частности, она рассказала, что лицевые счета открыли менее половины депутатов, а это кандидатов, простите, а это своего рода баланс резв на агитационный период. Учитывая специфику избирательного кодекса, кандидаты на парламентский пост стараются не упускать возможность и обратиться к потенциальной аудитории. У нас очень простые способы выдвижения, особенно если ты партиец. Я понимаю, собрать подписи тяжело, это действительно большое моральное напряжение, это очень сложная работа, моральная, физическая. Выдвинуться от партии ничего не стоит, это просто и очень комфортно. Так почему же не попробовать, если законодательство дает такие легкие способы поучаствовать в парламентской кампании? Число зарегистрированных кандидатов возросло до 522, и у каждого есть возможность выступить по радио, телевидению или опубликовать свою программу на страницах, печатных в СМИ. С олимпийским успехом Джавида Гамзатова поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. В условиях жесткой конкуренции со стороны соперников ты проявил высокое спортивное мастерство, железный характер и волю к победе. Твоя медаль – очень важное достижение для белорусской школы борьбы, которая дарит надежду тысячам белорусских мальчишек, занимающимся этим подлинно олимпийским видом спорта, говорится в поздравлении президента. Другим темам. В Непале рухнул в пропасть автобус. Жертвами этого трагического инцидента стали 33 человека. Машина направлялась из столицы в высокогорный населенный пункт Каври. Непроделав и половины пути, автобус обрушился с серпантина в 200-метровое ущелье. Выживших людей со дна пропасти эвакуировали вертолетами. Подобные инциденты в Непале не редкость. Местный автопарк крайне изношен, а дорожное полотно находится не в лучшем состоянии. На севере Йемена был поражен несколькими ракетами воздух-земля госпиталь. Жертвами атаки стали по меньшей мере 11 человек. Два десятка ранены. Удар был нанесен иностранной военной коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия. Этот инцидент имел бы все шансы остаться незамеченным СМИ, если бы госпиталь не обслуживался медицинской бригадой и организацией врачей без границ. Именно они сообщили о происшедшем. Не далее, как вчера, подобный же удар по йеменской школе судил генсек ООН Пан Гимун. Жертвами бомбардировок все той же коалиции стали несколько десятков детей. Организация Объединенных Наций призывает провести расследование варварских авиаударов, а также придерживаться принципов перемирия, о котором Саудовская Аравия и йеменские повстанцы-хуситы договорились еще в апреле. В мексиканском курортном городке Пуэрто-Вайярта было совершено массовое похищение. Несколько вооруженных автоматами преступников ворвались в дорогой здешний ресторан и увели с собой 16 человек, как удалось установить в основном туристов из Соединенных Штатов. Власти подозревают, что к похищению этому причастен наркокартель «Ноэво Хенерасьон», который, похоже, затеял расширять сферу преступной активности. Пуэрто-Вайярта – популярный среди американцев фешенебельный курорт, застроенный пятизвездочными отелями. Ничего серьезнее карманных краж полиция здесь прежде не регистрировала. Власти пытаются выйти на контакт с картелем. Мексиканские бандиты к чужим и своим жизням относятся весьма легкомысленно, а потому есть все основания опасаться за судьбу 16 несчастных. В Перу продолжают уточняться сведения о последствиях землетрясения в отдаленной горной провинции Кайлома. Несмотря на то, что толчки были не очень сильны, лишь 5,3 балла по 12-бальной шкале, жертвами стихии стали 9 человек. Среди погибших как минимум один турист. В нем опознали американца. Разрушены сотни домов. Они в этих местах возводятся из глины и камня и сейсмически крайне неустойчивы. Все эти данные о последствиях землетрясения неполны и ненадежны. Окраины провинции Кайлома связаны со внешним миром лишь пешими тропами, некоторые из которых теперь непроходимы. Накануне обрушился на Москву совершенно небывалый ливень. Рекорд столетней давности был превышен вдвое. За несколько часов выпало почти 5 сантиметров осадков. Вышла из берегов река Яуза, вследствие чего пришлось перекрывать движение на нескольких центральных проспектах и улицах российской столицы. 800 частных домов было подтоплено. Спасателям пришлось эвакуировать 200 водителей и пассажиров из автомобилей, которые взяла в плен резко поднявшаяся вода. Дождливую погоду москвичам обещали еще и сегодня, хотя испытаний вроде вчерашних горожанам ждать, наверное, не стоит. Группа польских и немецких кладоискателей начала раскопки в лесу, которые они полагают местом погребения легендарного золотого поезда нацистов. Более полугода охотники за сокровищами получали необходимые разрешения. И вот теперь взялись за работу. Надо сказать, ученые их не обнадеживают. Историки из Кракова полагают, что никакого золотого поезда просто не существует. А если он по очищению все-таки существовал, то искать его между Врословом и Валбжихом нет никакого резона. Кладоискатели уверены в обратном. Они полагают, что сокровища, награбленные нацистами на Востоке, были упрятаны где-то здесь. Примечательно, что о возвращении золота хозяевам никто и не помышляет. Ни сами поисковики, ни те, кто давал им разрешение на работу. Олег Романов, телекомпания СТВ. Чрезвычайное происшествие в Барановичах. На заправке от взрыва газового баллона серьезно пострадал 46-летний мужчина. Он сейчас находится в реанимации. ЧП случилось рано утром. Авто, за рулем которого находился пострадавший, подъехало к заправочной станции. Баллон с газом находился в салоне. В какой-то момент он взорвался. К счастью, незадолго до инцидента два пассажира, в том числе ребенок, вышли из машины. Следствие проводит проверку. Воинские подразделения стран Организации договора о коллективной безопасности прибыли в Псовскую область России. Здесь начинается совместное учение о взаимодействии 2016. К маневрам привлечены национальные контингенты вооруженных сил Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего задействовано около 6 тысяч военнослужащих и до тысячи боевых машин. От Республики Беларусь сюда прибыла оперативная группа Министерства обороны, оперативные офицеры, входящие в штаб командования силы оперативного регулирования, а также контингент от 103-й бригады. Это управление и подразделение, которое будет принимать непосредственно участие в практических действиях. Учения будут проходить в три этапа. В рамках первого будет проведен оперативный сбор с командованием КСОР. Далее последует планирование совместной операции и отработка практических действий войск. В частности, локализация районов вооруженного конфликта и уничтожение незаконных вооруженных формирований. Работающих беларусов становится больше. Число нетрудоустроенных сокращается третий месяц подряд. Незанятых стало меньше на 9 тысяч человек. При этом сохраняется спрос на специалистов некоторых профессий, в частности врачей. Также работодатели регулярно обращаются в службу занятости с просьбой найти бухгалтеров и инженеров. Среди рабочих специальностей наибольший спрос на продавцов и водителей. К слову, в этом году более 6 тысяч человек прошли курсы переквалификации по профессиям, востребованным на рынке. И напоследок. Беларусь в ожидании возвращения лета. Жаркая погода ожидается уже к концу недели. В пятницу рост атмосферного давления прогонит дожди. Северный ветер сменит на южный и повысит температуру воздуха. По юго-востоку, обещают синоптики, будет до плюс 29 градусов. Пока же дожди, грозы и прохлада. На этом у меня все. Далее спортивное обозрение. Больше новостей найдете по адресу в интернете mctv.by. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 16.30. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!